друзья всем привет меня зовут Левамир Борода и это мой канал буквально вчера проснувшись утром прочитал комментарии в youtube и наткнулся на такое что один из моих подписчиков стал переживать почему же так долго я не выхожу с выпусками и не связано ли это с вирусом я очень рад что вы переживаете у меня все хорошо вирусами никакими я не болею идет уже четвертая неделя карантина вот и но пока заморачиваю себя так то что в принципе свободного особо времени как такового и нет для того чтобы там снимать ролики вялиться ничего не делать как-то так получилось то что все равно есть чем заняться это либо какое-то там обучение куча каких-то рабочих моментов потому что работать то все-таки хочется и неизвестно что будет дальше вот и плюс последнее время занимался проведением онлайн забега который назывался факт ковид 19 мы собрали 100 человек людей по всей украине каждый бежал либо дома либо в подъезде либо во дворе либо где-то в парке пока еще вот можно было и сейчас я всем рассылаю медали вот такие вот крутые маски наклеечки всякие вот такие стикеры потом вот такой вот бейджик участника где можно будет вписать дату локацию свой какой-нибудь там придуманный номер ну короче чтобы все было кайфово кстати в маске разговаривать не очень удобно ничего страшного если я сниму маску попрошу вас отодвинуться от экранов на безопасное расстояние на два метра чтобы не подцепить ничего от меня ну либо наденьте маску а я пока свою сниму ой борода отклеилась представляете с маской хреново даже забыл о чем говорил как-то прям смотрю какой-то чувак у меня тут в камере мне нифига не я ну да ладно не к последним новостям сбрил бороду сбрил не потому что пишет статьи какие-то в эти там сбри бороды спаси украину видел такие статьи ну но не поэтому а давно хотелось мне сбрить вот так вот бороду и оставить усы посмотреть что из этого получится но я все не решался потому что борода это все-таки бренд любомир борода это бренд в моей лавке большинство косметики которая продается каких-либо аксессуаров они все связаны с бородой и поэтому решиться на такой шаг чтобы вот так вот кардинально сбрить потерять какое-то лицо бренда ну было это было тяжело а тут карантин на какие-то такие вот моменты то что так как все-таки мне приходится выходить из дома я нахожусь на самоизоляции да но есть какие-то рабочие моменты приходится выходить на улицу с запрещено появляться в общественных местах без маски маску приходится носить чуть ли не постоянно когда ты выходишь из дома потому что и подъезд общественное место вроде и лифт общественное место любой магазин общественное место и так далее приходится носить маску у нас уже становится тепло но не очень прям жарко но уже тепло и когда ты идешь в маске на улице тепло у тебя есть борода то все это дело очень сильно потеет и как-то ты дышишь постоянно в нее и и вот и дышишь тем что надышал в бороду и это как-то не очень кайфово если особенно если походить в этой маске в течение там того же часа то это уже какой-то трэш вот и соответственно до этого какой-то в какой-то мере да из-за того что я хотел поэкспериментировать вот 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 я принял решение что а пока сейчас все равно хожу в маске люди видят меня в большинстве своем в маске да почему бы не попробовать если мне не понравится типа вот то что я с собой сделаю да то я просто буду на людях появляться только в маске и там например фотографироваться и вести там влоги только в маске пока не отсрочу себе борода а сейчас посмотрел особенно когда смотришься в зеркало до дома идешь ну это же не привычно сейчас идешь хоп в зеркало бля какой интересный чувак у нас дома живет веселый прикольный то есть и сейчас моя внешность мне нравится как-то знаете как-то изменилось то есть вот та внешность была такая то что когда ты видишься в зеркало или еще где-то ну ты такой серьезный вроде бы такой чувак вот серьезный а как вот видишь себя вот такого да ты понимаешь что что ну очень серьезным с таким с такой вот внешностью быть невозможно и хочется веселиться а веселье сейчас это самый главный самое главное лекарство в нынешней ситуации потому что все что-то нагнетают до куча пессимистов у всех все плохо теряют работу как жить дальше мы все умрем фейсбук открываешь там и жить не хочется вот и поэтому хочется жить и хочется жить с улыбкой на лице хочется что-то делать позитивно воспринимать каждый день который надвигается на нас и делать так чтобы в вашем не ваших сутках вам не хватало часов когда вот вам не хватает часов вы все время дела которые не успели за сегодня сделать откладываете на следующий день и и каждый вечер вы засыпаете смысле о том то что блин завтра вот я сделаю это 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 и когда ты живешь в таком ритме то в принципе вот уже четвертая неделя карантина что у меня еще происходит я тренируюсь дома я снова стал бегать но бегу немного чтобы опять не повредить себе не не подпортить себе здоровье по чуть-чуть говорят то что бегать сейчас нельзя там новый вот эти вот закон но все это как бы фигня если его соблюдать то бегать можно если не бегать в парках там прибрежных зонах там в общественных местах то в каких и опять же общественных местах из этой маски то можно то есть выгрузиться можно любой ситуации пью много чая занимаюсь чаем сейчас больше всего наверное чем все остальное так получилось то что чай сейчас ну вышел у меня как бы моей деятельности на передний план он обошел всю косметику все аксессуары которыми я занимаюсь своей лавке то есть чай людям интересен чай интересен мне мы как-то работаем с этим чаем и он помогает мне смотреть на мир ну как бы вот позитивным взглядом вот не буду вас задерживать потому что понимаю что сейчас в ютюбе очень много всего на что стоит обратить внимание есть куча интересных каналов которые стоит посмотреть сам я сейчас смотрю андрея федорева мне очень нравится я смотрю анистрата бегущий банкир тоже нравится и его взгляд как он оценивает ситуацию что он говорит нет никакой воды все все нормально также смотрю доктора комаровского когда мне интересно посмотреть что же проходит в мире как как это все течет там какие-то ответы на вопрос все что связано с нынешними карантинами ситуациями и вирусами прочими а также я смотрю прямые эфиры с александром сенгеевичем это мэр нашего города который каждый вечер рассказывает о последних новостях связанных опять же с чрезвычайной ситуации и по поводу моего челленджа я запускал и так давно запустил челлендж месяц без сладкого я держусь меня поддерживает моя жена мы вместе не едим сладкое то есть это не просто сахар а это вообще ну это это сладкое то есть мы не выискиваем прям сахар в продуктах но все что понятно человеку что вот это вот сладкое этого в нашей жизни сейчас нет перебиваемся тыквенными семечками под сериальчик иногда позволяем себе финики и в принципе все бананы и яблоки от банана и яблоки стали уже очень сладкие сегодня 22 вроде бы день без сладкого и вот сейчас ты понимаешь что что яблоки бананы достаточно сладки вот пока я не отказывался я не замечал то что яблоко может быть вот прям таким вот не очень не хватает почему-то пепсиколы и не хватает мороженого я прям вот прям понимаю то что вот сейчас закончится еще вот эти вот 10 дней пройдут чтобы выдержать месяц и я поем обязательно мороженого съем обязательно какую-то шоколадку и попью пепсикола пепсикола волнами то хочется короче то не хочется там но вот как то так такие новости постараюсь подготовить выпуск про челлендж без сладкого более подробный с мнением экспертов хотя бы одного человека который может грамотно рассказать про сахар я найду и сделаю с ним интересный ролик на этом все с вами был любомир борода до новых встреч не переживайте всем вам здоровья мойте руки и все как это вот по фэн-шуй вы все прекрасно знаете что делать главное будьте здоровы пейте чай и заботитесь о близких до новых встреч друзья